сухие тоже мочатся прозрачные хундай туксон фары помутнели приехал на полировку до полировки вторая фара до полировки посмотрим результат на случай если попадешь болгар вода какая фильтрованная чистая вода очищена шкурка наш полторашка с нее начинаешь зависимости от характера по большей части отклеиваю я чтобы вот допустим вот к в этой области полирует ой наждачка очищаю чтобы если вдруг наждачка сюда попала а на кузов не поцарапал потому что я сам по себе полировки я еще и кузова полирует если допустим не позволяя царапить кузова рихтовка покраска не занимаешься не такими не занимаешься полировка да чисто полировка если что могу хорош специалистов советовать по рихтовки также по окраске так вот мне если кузов полировать вот у меня сейчас цвет он как хамелеон и хамелеон и он намочишь он фиолетовый становится ну да нормально так же останется после полировки после полировки цвет намного больше появится а даже лучше нам конечно намного лучше полировка как раз таки делается от того в части чтобы дарить царапина и царапины они в совокупности когда их много они мотовеют цвет кузова то есть кузов становится не таким ярким не таким свежим вот и посредством полировку удаляется до царапины и в силу того что их становится намного меньше после полировки соответственно уже и цвет намного ярче становится и машины лучше отражение появляется можно как зеркало брить а вот сколы и слез на кузове сколы так а там ничего не сделать если капитально их убирать то перекрашивать детали а если так просто просто маскировать на полировку что-то ничего не уберет полировка нет полировка то что уже сколы это уже там краски вообще не то есть там полировать нечего поэтому полировка и по месту он уже появляется Вот стекло. Раньше стекла были, у меня копейка была, стеклянные фары, сейчас почему-то дешевле, это полироль, это специальная паста полироль, это полироль, это специальная паста полироль, германская паста, примерно, во всех других странах, это самая преминая паста. Вот одна фара, правая, готова. Без керамики, можно дополнительно керамику для защиты, для дольшей защиты. Так, это еще не готово, вот такая разница. Здесь, как было и как стало. Приступили к второй фаре. Так, полировка закончена. Так, сейчас что, обезжирь, да? Обезжирь пара, да, и после этого мы несем керамический состав. Далее ему нужно будет впитаться в лакокрасочное покрытие, и после этого нужно будет его стереть, дать ему пару минутах отстояться, и все. Смотрите, главное, как правило, как вы видите, машину двое суток не мойте. Ну, можно помыть, конечно. Не, не, я и не планирую вообще. Просто, чтобы под давлением воду не подавать, потому что керамика нужно встать, ей нужно двое суток. Если сюда давлением подать, это керамика смоется. Вот, но если дождь, не дождь, лужи, это все не страшно. Самое главное, чтобы под давлением вода не подавалось. Так, вот вторая фара. Вот такой глядит. Это без керамочки. На эту фару керамика уже нанесена. Нанесена? Да, вот на эту фару уже нанесена. Она незаметна. Но там, если приглядываться, можно как-то заметить. Вот так она наносится на специальный аппликатор. И в дальнейшем она уже равномерным слоем по всей фаре вот так разносится. Не важно, какими движениями, главное, чтобы абсолютно весь состав был распределен верно по фаре. То есть абсолютно все должно быть замазано. А какими движениями, в принципе, не важно. Вот таким вот медленно надо покрыть все фары. И теперь дать ей отстояться. Буквально там, в районе четырех минут. И все. Затереть микрофибровым полотенцем. На этом она будет окончена. Она как жидкая, да? Как паста? Не, она как водичка прям. One или One как? Ну One это состав, а вот, собственно, фирма Zhiyun. Zhiyun. В составе находится вот Q2, это непосредственно сам кварц. И вот на кварцевой основе, ну, керамическое покрытие, это и состоит. Все понятно. Она сейчас должна постоять, да? Сейчас, да, там пару раз постоять. Ну, а не ели потом. Вот мастер своего дела сделал работу. Что, замечательно? Какие были вот сейчас прям прозрачные стали. Офигенно. Вот мастер Александр, полировщик, обращайтесь. Спасибо. Все, давай. Все, спасибо вам. Все, вам всего доброго. С успехом.